Главное управление боевой подготовки представляет план по динамическому показу возможностей вооружения военной и специальной техники на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015». К показу готово более 150 единиц современной боевой техники на огневом рубеже и трассе танкового биатлона, на озере Комсомольская полигона Алабина, на аэродроме Кубенко. Огневые возможности и ходовые качества вооружения военной и специальной техники демонстрируются в едином тактическом замысле применительно к условиям современного общевойскового боя. План показа проходит в два этапа. Первый этап. Динамический показ огневых, ходовых и маневренных возможностей вооружения военной и специальной техники. Второй этап. Динамический показ возможностей вооружения военной и специальной техники по преодолению водной преграды. Концертная программа и переход на смотровую площадку номер два. Эпизод номер один. Динамический показ образцов авиационной техники. Участники. 11 единиц авиационной техники. Демонстрационный пролет современных образцов вертолетов и самолетов. Выступление авиационных пилотажных группа русские Витязи, Стрижи, Беркуты России. Демонстрация высшего и сложного пилотажа. Эпизод номер два. Динамический показ огневых возможностей вооружения военной и специальной техники. Участники. 18 единиц вооружения. 4 единицы авиационной техники. Показ на танковой директрисе последовательного ведения огня на предельные дальности из всех видов вооружения. Бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта, танков и самоходных артиллерийских орудий, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов. По бронированным и небронированным целям с использованием радиоофицированных комплектов полигонного оборудования. Эпизод номер три. Динамический показ ходовых и маневренных возможностей вооружения военной и специальной техники. Участники. 21 единица бронетанковой техники. Для бронетанковой техники. Преодоление шести препятствий на трассе танкового биатлона. Протяженность 4 километра. Для автомобильной техники. Преодоление четырех препятствий на оборудованной трассе. Протяженность 3 километра. Танковый балет. Маневренные возможности танков на ограниченных площадках. Эпизод номер 4. Показ способов десантирования личного состава. Транспортировка раненых и пораженных. Участники. 2 единицы бронетанковой техники, 6 единиц авиационной техники, 1 единица автомобильной техники, 32 военнослужащих ВДВ. Десантирование группы специального назначения на управляемых парашютах типа «Арбалет». Штурмовое десантирование личного состава из вертолетов по тросам. Демонстрация способа эвакуации с использованием современного устройства в медицинской транспортировке тяжело раненых и тяжело пораженных. Эпизод номер 5. Показательные выступления по рукопашному бою подразделений специального назначения сухопутных войск. Десантирование спортсменов-парашютистов с показом элементов купольной акробатики. Второй этап предусматривает 4 эпизода. Эпизод номер 1. Преодоление водной преграды плавающими боевыми машинами с элементами маневрирования и имитации боя по уничтожению противника на противоположном берегу. Участники. 14 единиц плавающей бронетанковой техники, 6 единиц авиационной техники. Преодоление водной преграды плавающими боевыми машинами с демонстрацией огневой подготовки и огневой поддержки форсирования. Эпизод номер 2. Показ возможностей десантно-переправочных средств и паромов по переправе войск. Переправа боевой техники на плавающих транспортерах паромно-мостовых машинах и по понтонным мостам. Эпизод номер 3. Демонстрация мореходных качеств быстроходных лодок и безэкипажных катеров. Проход быстроходных лодок, катера повышенной проходимости и безэкипажного катера, управляемого оператором. Эпизод номер 4. Показ возможности устройства массового подъема по спасению людей, терпящих бедствия. В программе «Развертывание устройства массового подъема и спасение людей, терпящих бедствия». Результаты поражения целей, динамика действий боевой техники по преодолению препятствий, будет транслироваться с использованием вертолетов Ми-8, комплексов беспилотных летательных аппаратов и бортовых камер в режиме онлайн на широкоформатных экранах перед зрительскими трибунами. В учебном корпусе полигона Алабина посетителям форума будет предоставлена возможность вождения боевых машин и выполнения стрельб с применением технических средств обучения. Динамический показ возможности вооружения военной и специальной техники планируется проводить ежедневно с 16.00 до 20.00, обслуживание материальной части техники и подготовка маршрутов движения к следующему показу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok